Проект, который помогает социально-культурной реабилитации незрячих и слабовидящих горожан, стартовал во Владивостоке. Храм Порт-Артурской иконы торжества Пресвятой Богородицы совместно с социальным проектом «Школа Белая Трость» помогают инвалидам по зрению посещать храмы, проводят для них специальные мероприятия. Подробнее об этом, а также о том, как еще сегодня делают комфортнее жизни незрячих жителей города, расскажем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Инна Вербицкая, советник губернатора Приморского края по вопросам социальной обеспеченности людей с инвалидностью, и Татьяна Пампухова, специалист отделения срочного социального обслуживания Приморского центра социального обслуживания населения. Здравствуйте. Ну, первый вопрос, наверное, адресую Ине. Я знаю, что у вас новая должность сейчас, Инна. Вот мы сейчас ее озвучили. Давайте, наверное, для начала расскажем, как изменилась ваша работа, чтобы всех вести в курс дела, и расскажем, сколько лет реализуется во Владивостоке проект «Школа Белая Трость». Работа изменилась в том, что теперь у меня получается две работы, потому что я не перестала заниматься общественной деятельностью, то есть я также являюсь руководителем социального проекта «Школа Белая Трость», основной целью которого является именно полная интеграция людей с ограничением по зрению в общественную жизнь, то есть это и в культуру, и даже в бытовых условиях, да, домашних, потому что там тоже возникают проблемы по всем направлениям. И как советник губернатора, конечно, теперь у меня есть такие обязанности, это заниматься вопросами социальной обеспеченности, здравоохранения, культуры, образования, спорта, все, что касается людей с инвалидностью, где они могут участвовать, да, и где могут возникать какие-то проблемы. Они, конечно, есть, но хочется очень отметить, что губернатор Перморского края, Олег Николаевич, очень внимательно относится к данным проблемам, он всегда готов выслушать людей и действительно реагирует на многие вот такие вот, ну, можно сказать, злободневные, да, наверное, вопросы. И, наверное, я в большей особенности, надеюсь, что скоро Приморский край изменится в очень лучшую сторону, особенно для людей с ОВЗ. Тем не менее, хочу отметить, да, что Инна продолжает заниматься развитием проекта «Школа Белая Трость». Это проект, который помогает адаптации слабовидящих и незрячих жителей нашего города, может быть, даже края. Мы чуть более подробно потом расскажем нашим телезрителям еще раз о проекте. Сейчас все-таки давайте перейдем к нашей главной теме сегодня. Это проект под названием «Православие в душе слепого». Его вы реализуете совместно с храмом Порт-Артурской иконы торжества Пресвятой Богородицы. Так вот, наверное, для начала я предлагаю рассказать о том, как начинали этот проект. Я знаю, что проводили опрос среди незрячих горожан. Что показал этот опрос? Каковы первые необходимые меры, которые нужно принять, чтобы их посещение храмов стало более комфортным? Да, действительно, мы проводили такой опрос, и выяснилось, что желание посещать храм и вообще места православной веры на территории Приморского края очень большое у людей с ограничением позрения. Но возникают такие проблемы, что не всегда есть сопровождающие. И прихожане тоже не всегда знают, как правильно оказать помощь внутри храма. Ведь мы понимаем, что там свое убранство, свои правила. Увы, незрячий человек, он не может повторить многие действия. Он просто их не видит. Конечно, здесь очень понадобилась бы помощь людей, знающих. И вот, наверное, так как мы знакомы с отцом Дмитрием, у нас вот такая вот возникла идея совместная сделать такой проект, где мы могли бы с одной стороны людям, именно прихожанам объяснить, как правильно помочь, а с другой стороны, так как многие прихожане уже знают эти правила, они бы могли дополнительно помогать именно слепым людям посещать храмы. Ну и, конечно, одним вот из наших таких направлений стало это поездки именно в места православной веры, монастыри, которые находятся на территории Приморского края. Уже, да, да, Татьяна, пожалуйста. Недавно мы посетили Марфа-Маринский женский монастырь, который находится у нас на Седанке. Вы знаете, конечно, многие были первый раз, и те эмоции, которые проживали люди, это надо было видеть, потому что для них это было просто, ну, подарком. И мы считаем, что этот проект должен работать, потому что не каждый может сам поехать. Мы можем, сели и поехали, да, не всегда, конечно, это делаем. А тут ограничение по зрению. И правильно привести человека в храм, рассказать, показать, объяснить, это очень важно. И я еще раз хочу повторить те эмоции, которые я увидела, слезы радости на глазах у людей, что они приехали, наконец-то, в Божий дом, да, как храм называется, имели возможность подойти к святыне к иконе, поставить свечку, потрогать подсвечник, подойти к иконе, потрогать саму икону. Многие целенаправленно спрашивали, где икона Николая Чудотворца, где икона Казанской Божьей Матери. Мы очень благодарны старшему священнику храма Вадиму, отцу Вадиму, за то, что нам помог, и матери Варваре. Нас очень хорошо там встретили, рассказали об основах церкви, о правилах, и подарили крестики, потом угостили чаем. То есть замечательно провели время, и люди остались довольны. Я хочу отметить очень немаловажный момент, что в рамках проекта данного, о котором мы сейчас говорим, вы уже проводили курсы знакомства с миром слепых людей, потому что как незрячим и слабовидящим горожанам необходима помощь, даже находясь в храме, потому что действительно правильно подметила Инна, есть много нюансов. Как минимум сама территория, она может препятствовать, так сказать, их пребыванию там. Также и зрячие жители нашего города, они не всегда знают, как правильно помочь, поддержать такого человека. Так вот расскажите об этом. Уже несколько занятий проходило, я так понимаю? Да, были занятия, и мы проводили их не только с прихожанами и волонтерами Порта Артурского храма, так сокращенно будем говорить, также со студентами средних учебных заведений, среднепрофессиональных учебных заведений. Рассказывали, показывали. У нас была и теория, и практика. С нами было два волонтера в монастыре в женском, то есть они на практике смогли попробовать все в действии, и очень даже хорошо получилось. Все остались довольны. И мы будем дальше обучать, потому что есть спрос. Надо. И для самих граждан с ограничением по зрению это необходимо. Также и для самого человека, особенно для человека верующего. Нас же учат полюбив ближнего, как самого себя, и мы должны помогать. Здесь я, наверное, еще что добавлю. На самом деле у нас после первой поездки в монастырь было очень много заявок, и самое, что для нас стало удивительным, к нам поступило несколько заявок от людей с ограничениями опорно-двигательной системы. И, возможно, в будущем у нас уже есть такие мысли, если у нас получится продумать этот вариант, потому что все-таки есть у нас ограничения по зрению, как такую категорию людей тоже возить в храмы и монастыри. Мы сделаем такой проект, где будет уже поездка с различными ОБЗ людей. Я думаю, что это еще больше объединит разные категории, плюс еще просто зрячих людей. Ну, это вот у нас такие есть планы. Но заявок на поездки в монастыри очень много, побольше послушать именно об истории развития православия на Руси тоже очень много. И отец Дмитрий прям вот так вдохновился этим. Но он говорит, когда следующая встреча, когда будем рассказывать... То есть тоже есть необходимость, да? Да, ему это очень интересно, потому что, во-первых, задают такие вопросы, ну, наверное, которые только может слепоя человек задать, да, в силу вот своих ограничений. И ему со своей стороны тоже это очень интересно рассказывать, потому что для него это как что-то новое. Ну, и в очередной раз помочь людям. Это же их миссия поддержать, помочь своему ближнему. Да, Татьяна, вы хотели что-то сказать. Да, отец Дмитрий, в нем столько любви, что вот он готов всем ее дать, и особенно тем людям, которым это вот, ну, я так считаю, больше необходимо. С тем, что они не видят, но они чувствуют, они слышат, они чувствуют. И это надо. Я так понимаю, что среди посетителей, да, как можно сказать, среди участников этого проекта, давайте так их будем называть, есть наверняка и те, кто впервые бывали в храмах, в церквях. Это правда, да? Да, это правда, да. Да, у нас практически около, вот если брать опять-таки же вот поездку, например, то там практически около половины людей, они впервые поехали именно в монастырь. При том, что они крещённые. Да, при том, что они православные не крещённые. В храмы, когда тоже мы вот спрашивали, насколько часто получается, говорят, вообще почти не получается, потому что, ну, просто некому привести. А если подведут к храму, то уже внутри они сами не могут сориентироваться, не всегда прихожане. Ну, есть вот страх, как мы говорили, да, есть страх помочь, потому что… Не знаем, как это сделать. Не навредить. Да, не навредить. Не навредить. А иногда бабушки, которые завсегдаты в храмах, они наоборот перепарщивают, потому что когда человек приходит в храм, ему уже нужно тоже личное пространство, он хочет обратиться к Богу. А тут она стоит над ухом, ты сделай вот так, ты сделай вот так. И голову начинает наклонять тебе куда-то. И, честно говоря, уже все мысли в другую сторону, как бы отсюда поскорее уйти. Начинается отторжение, чего бы ни хотелось. Да, и появляется. И благодаря этому проекту, конечно, будет уже другое отношение, человек уже по-другому будет себя чувствовать. Вот очень интересует также и волонтёров, да, вот по крайней мере, именно которые приближены к храмам, вот прихожане, и там есть вот со Дмитрием молодёжка, то есть там в основном молодые люди. Им тоже становится интересно, им интересно общаться. И у нас уже даже по этому направлению возникли некоторые проекты на будущее, которые можно сделать совместно. То есть они даже не совсем будут связаны, может быть, с православием, да, но это некая социализация для людей с ограничениями и именно обучение жизненным навыкам, которые могут пригодиться в той или иной ситуации. Ну, раскрывать пока секреты не буду, потому что всё это как бы проект, который мы хотим реализовать, и я думаю, что это будет очень удачный проект, о нём, конечно, ещё узнают люди. Мы рассказали о том, что в первую очередь, конечно, проект направлен на то, чтобы помочь посещать церкви, храмы. Во-вторых, это какая-то даже, не знаю, историческая справка, да, это знакомство с Библией, я думаю, да, это всё-всё-всё, что включает в себя необходимость, да, при посещении храмов и церквей. И, в-третьих, это обучение зрячих людей, волонтёров, просто желающих людей, которые хотели бы, впоследствии могли бы помочь незрячим и слабовидящим горожанам. А есть ли ещё какие-то моменты, которые мы не оговорили, я имею в виду, в рамках проекта «Православие в душе слепого»? Ну, здесь, наверное, сложно сказать, какие не оговорили. Ну, вот у нас сейчас предстоит, мы на 19 число уже планируем новую поездку в монастырь, только теперь на Русский остров, кстати. Очень туда хотят, и, возможно, нам придётся делать две поездки. Это мужской монастырь, да? Да, мужской монастырь, потому что очень много желающих, ну, просто за один раз не сможем всех отвезти, это физически невозможно. Вот. Но желание просто настолько огромное для нас, вообще стало удивлением. И когда после первой поездки вот так вот стали поступать звонки, люди записываться, мы хотим, 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 да. А мы пока работаем-то только с людьми с ограничением по зрению, потому что у нас такая пока направленность. Но вот, как я уже сказала, есть и другие заявки. То, конечно, это очень радует. У нас, наверное, есть, ну, здесь надо сказать оба ещё одном участнике, это руководитель, да, проекта «Православие в душе слепого» Оксана Лосова. Она, правда, сегодня, увы, не смогла присутствовать с нами. Вот. Тоже очень, ну, считать, что вот такое вот направление, оно психологически помогает людям именно вот, ну, наверное, что ли, больше доверять. Потому что человек с ограничениями по зрению имеет такую вот, ну, небольшую склонность иногда не сразу довериться. Ну, это объяснимо. Это, да, это объяснимо. А вот после такого общения, когда столько много людей, оно куда-то исчезает. Всё. Вот его вот нет. Ну, вы чувствуете поддержку. Конечно. И то, как на самом деле немало таких людей, и все вместе, это же проще и комфортнее. А главное, что это, понимаете, это впоследствии позволяет в себя поверить, и они стремятся к чему-то большему. То есть уже не только узнавать о православии, а дальше идти социализироваться, чего-то добиваться. То есть участвовать в других конкурсах, участвовать в каких-то других мероприятиях социальных, какие-то навыки получать новые. Я думаю, что это очень важно. Более того, Инна, мне кажется, ваш пример. Я думаю, Татьяна поддержит меня. Это как раз тот идеальный случай, да, когда действительно, я думаю, люди захотят что-то делать, как-то двигаться дальше. Потому что то, что делаете вы, это заслуживает не просто уважения, я думаю, аплодисментов просто. Потому что, конечно, спасибо вам за вашу работу, за вашу деятельность. Как вы добиваетесь помощи, и, к слову, уже сегодня не только незрячим, слабовидящим горожанам, но и другим категориям. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о проектах «Школы Белая Трость». Я думаю, что мы исчерпывающе рассказали о проекте «Православие в душе слепого». И хотелось бы перейти к тем проблемам, с которыми сегодня продолжают сталкиваться незрячие и слабовидящие жители Владивостока, гости Владивостока. Проблем немало, это очевидно. Инна, вам слово. Я понимаю, что многое делается, но, тем не менее, еще, я думаю, есть над чем работать. Конечно, да, есть еще над чем работать. Действительно много, потому что было много разрушено, и теперь надо это все восстановить. Действительно, видите, не только в храмах нужна помощь. Помощь, в принципе, тотальная слепому человеку нужна всегда и везде. Мы просто зависимы, в общем-то, от сопровождающих. Но сопровождающие-то одно. Но если все-таки отсутствует еще и доступная среда, то это совсем проблема. Опять-таки же, получается, если мы обучаем в рамках своего проекта людей ходить самостоятельно с белой тростью, но нет доступной среды, чтобы он мог реализовать данный навык, то это получается, ну, как будто наша работа в пустую. Безусловно. И нам бы очень хотелось, чтобы в ближайшем будущем восстановились улицы города, особенно вернули нам бордюрки, которые очень важны для слепых. Это главный ориентир, с помощью которого человек все-таки может идти. В центре города расширили тротуары. Ну, уж ОСКО там сделали, особенно вот недалеко от Арбата. Арбата, это, наверное, отдельная вообще история, потому что за последнее время там постоянно ездят машины. Сейчас идут к слову споры, да, о том, делать ли его абсолютно пешеходным. Это действительно вопрос не только для даже незрячих и слабовидящих горожан, а для обычных жителей города. Для нас это даже уже не спор. Это факт, потому что ты идешь с белой тростью, и сзади едет машина, и он видит, что ты слепой, а ты никуда не можешь дернуться, потому что там нет таких вот, ну, достаточно хороших ориентиров, да, на Арбате, чтобы ты мог передвигаться. И если ты сбился с пути, то все, ты потом как вот ходишь кругами. И, конечно, очень сложно найти куда-то путь. Приходится просить помощи. Иногда не всегда это можно сразу получить. Ну, это как раз разговор о том, что люди где-то боятся, где-то не знают, иногда не понимают, потому что до сих пор еще нашу белую трость путает со скандинавскими палками или с опорной. Вот это есть проблема. В автобусах почему-то в последнее время тоже стало проблематично. Вроде есть речевые выходы, да, чтобы озвучивать остановки, но их водители не включают. И придумают столько историй разных, почему они не работают. То холодно, они замерзают. Где логика интересная. То еще что-то. Со мной недавно вообще был такой интересный случай. Захожу, как полагается, по правилам в автобус 54-й. Первая дверь, в руках трость, все нормально. Только наступая на первую ступеньку, водитель начинает трогаться и закрывать дверь. Я ему говорю, я еще не зашла. Да-да-да-да, дальше трогается. И отначально не могла понять, в чем дело. Ну, уже пришлось немножко, правда, голос повысить. Говорю, подожди, я хотя бы подымусь, возьмусь за поручень, чтобы встать. Вот, причем вокруг это все слышат зрячие люди. Ладно, он приостановился. Я поднялась только, только успела взяться за поручень, и он опять трогается. Я стою. Стою возле сиденья, где места для инвалидов. Вопрос. Понятно. Почему вы стоите? Почему, да? Ну, хоть бы кто-то. Хотя сразу все, видимо, поняли, что как бы я невидящий человек, тем более, что я это еще и озвучила. Вот, оказалось, это водитель, он разговаривал по телефону, полбеды по телефону, он практически вот от центральной площади до Гайдамака ехал и разговаривал по телефону. Это, кстати, увы, стандартная схема. Да, и он во время пути чуть дважды не попал в аварию, потому что он резко тормозил из-за машин. И считаю, вот это вот, не знаю, наверное, надо как-то проводить работу с сотрудником, да, ну что нельзя, или как-то штрафы какие-то, потому что, почему мы потом удивляемся, что у нас пассажиры-то могут страдать даже в автобусах, да, резко затормозил, человек упал. Вот. Конечно, есть вот такая проблема. Но хочу сказать совсем другое. Вы знаете, за последнее время к нашему проекту очень часто обращаются именно за помощью, за проведением курсов по правилам именно общения и сопровождении людей с ограничением по зрению. Мы вот проработали, до этого, вы знаете, с картиной галереи. Сейчас мы сотрудничаем и работаем с музеем Арсеньева, подготавливаем экскурсоводов. И у нас там тоже очень грандиозные есть планы и по другим экскурсиям. Обращаются, в принципе, к нам и магазины, и вообще общепита, учреждения. То есть люди начали обращать внимание. Они начали понимать эту необходимость, да, что это упростит общение, упростит, в принципе, для всех. И это очень радует. Ну, хотя еще, конечно, работы очень многое много, и мы будем работать в этом направлении. Ну, и многое сделано, тем не менее. Татьяна, мне бы хотелось, чтобы вы дополнили именно ответ. Наше учреждение, в котором я работаю, Приморский центр социального обслуживания населения, сотрудничает со школой Белая Трость уже третий год. Мы тоже проводим очень много обучающих курсов. Повторюсь, для студентов, для обслуживающих организаций. И действительно, очень интересуется, потому что, может быть, благодаря ИНИ люди с ограничением позрения стали выходить на улицу. Потому что есть такой пример положительный. Я сама, честно говоря, всегда думаю, как вот ИНИ справляется на автобусе. И где-то там по улице, по нашим дорогам тут зрячий идешь и смотришь. А ИНИ так молодец, шустро-шустро. И очень много людей, да. И надеюсь, что мы дальше будем работать, сотрудничать. И в ближайшее время у нас есть приглашение в Краевое ГИБДД, тоже на обучающий курс. Возможно, ИНИ тоже сможет там поучаствовать и как раз проговорить те моменты, которые волнуют. То есть это безопасность перевозки на автобусах, да. И также как пешеходная безопасность. Потому что я сама недавно стала свидетелем того, как мужчина с ограничением по зрению идет по улице, поднял наверх трость, то есть показать, что он не видит. И автомобилисты просто игнорировали, ехали. Я ехала по встрече на полосе, и становиться у меня не было возможности, чтобы как-то помочь. Сигнализировать, помочь. Да, ну не посигналишь, ничего не сделаешь. И честно говоря, я как-то так вот думаю, что все благополучно, конечно, закончилось, но об этом надо говорить. И я думаю, надо даже чаще об этом говорить в процессе обучения будущих водителей. То есть это надо тоже вводить в курс, чтобы внимательнее были. Я абсолютно соглашусь с вами, Татьяна и Инна, потому что, конечно, многие как-то вообще исключают наличие слабовидящих и незрячих горожан, а тем не менее они есть. И если речь идет даже о том, что мы говорим, что тяжело передвигаться по городу, есть проблемы с тротуарами и так далее, и так далее. Мы их сегодня озвучивали. И поэтому, конечно, я представляю, насколько тяжело. Очень тяжело. Парковка машин. Да, да, все запарковано. Тут действительно не проехать, не пройти в прямом смысле этого слова. Она, допустим, проходит между машинами, машина начинает чуть-чуть сдавать назад. То есть это безопасность. Об этом надо говорить, прям постоянно говорить. И работать в этом направлении. И работать, да, очень серьезно. И привлекать к этому, конечно, сотрудников государственной автоинспекции, чтобы они тоже были внимательнее, видели, обращали внимание. Ну а к нашим гражданам просто хочется обратиться и сказать, будьте внимательны, добрее, терпимей, потому что такое может произойти с любым. Ну, не дай бог, конечно. Никто ни от чего не застрахован. Вот, поэтому давайте будем добрее. Инна, я знаю, что у вас впереди, конечно, есть планы, их немало. Ну, вот, например, планы с организацией «Благое дело», тоже известные во Владивостоке. Не могли бы немного о них рассказать? Да, мы в последнее время очень плотно сотрудничаем с Геннадием Андроповым, с его организацией. У нас действительно очень много прям проектов совместных, которые мы будем уже реализовывать, некоторые возрождать. И, например, одно из направлений – это курсы по работе с керамикой, то есть лепить из глины какие-то изделия, где, например, мастер-класс будет вести человек с ограничением по зрению. Причём эти мастер-классы будут как для людей зрячих, так и для людей незрячих. Вот, то есть я думаю, что, ну, в первую очередь, наверное, где-то это заинтересует именно людей зрячих, как это так. Я думаю, что, ну, это будет очень удачный проект, потому что есть желание у многих людей полепить, что-то создать своими руками, да, посмотреть, что из этого получится. Ну, это как, знаете, погружение обратно в детство. Как мы на уроках, да, задевались, лепили из пластилина какие-то фигурки, там, приносили родителям и показывали, а родители радовались, да, какой-то нашей там закорючки непонятной, но для них это было важно. И, в принципе, вот, да, такие мастер-классы, они погружают, вот, немного возвращают тебя в детство какую-то такую беззаботность, и ты на время отдыхаешь. Потом, да, возвращаешься, может быть, в жизнь обычную, там, с какими-то проблемами, но, главное, есть вот небольшой момент, и это очень тоже важно. Как арт-терапия. Да, арт-терапия, снятие стресса, безусловно. Да, 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 примерно. Конечно, есть много и других направлений, которые мы будем разрабатывать с Геннадием, но, наверное, это лучше потом, поближе. Это отдельная тема, безусловно. Но проект «Школа Белой Трость» мы, конечно, будем развивать, мы его не собираемся закрывать. Мы также до сих пор надеемся, что у нас появятся соратники, кто захочет нам помогать, захочет обучиться на инструкторов по пространственной ориентации, потому что есть люди, есть желание учиться, просто мало нас, мы не успеваем все, обучение, как я уже говорила, может быть и до двух с половиной месяцев. Да, Инна, вот я, к слову, хочу в конце нашей программы попросить вас озвучить, как вас найти, куда обратиться. Я уверена, что будут желающие помочь и те, кому необходима ваша помощь. Конечно. Ну, наверное, больше всего у нас найти, это в Инстаграме найти социальный проект «Школа Белая Трость», город Владивосток. Там есть все данные, там есть и телефон, есть и электронная почта, по которому можно позвонить или написать и обратиться. В общем-то, так нас и находят слепые люди, вернее, даже не они сами, а родственники, потому что у нас вот был случай, ну, не один уже случай, когда именно родственники находили, плакали, обращались, просто даже вначале за элементарным, где купить трость белую, как ее купить, как выбрать. Ну, в итоге у нас даже получалось так, что мы некоторых людей отправляли на лечение в город Уфу, потому что там не все еще потизм. Безусловно, у каждого есть шанс, дай Бог, чтобы он действительно осуществился, осуществилась мечта каждого такого человека, если есть такая возможность вылечиться, стать здоровым. К сожалению, нам пора заканчивать нашу программу. Я бы хотела вас поблагодарить, в первую очередь, за то, что вы делаете, пожелать вам удачи и, конечно же, скорейшего осуществления всего задуманного, всех ваших планов. Спасибо вам за вашу работу. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова